Если чё, это не конкурс, вы за него ничего не получите, вы просто можете мне помочь, понять, нужен ли мне ремонт какой-то и всё такое. Я сейчас буду строить и всё объяснять. Я намечу, я то есть не буду даже высокие стены делать, я намечу, а вы мне должны будете... Я, короче, сейчас всё объясню. Значит так, вот у меня вот здесь вот стена, железной дверью, понятное дело, что у меня входная дверь, не с дырками, но железным будет показана входная дверь, а не железным это будут межкомнатные двери. Здесь вот такое вот место для того, чтобы сюда обувь скидывать. Вот здесь вот важное место, потому что тут висят всякие картины, ну, всякие разные висят, вот так вот, вот на уровне. Тут их очень много картин. Потом, смотрите, вот сюда поворот, вот такой вот, и... Ну, тут на самом деле чуть-чуть побольше места, но я вот так вот покажу. И примерно вот настолько кухня. Вот примерно вот настолько. Потом вот эта кухня вот так вот идёт. Здесь такой диагональный вход, потому что же мамина как бы комната идёт вот так вот. И потом, так делаем. И потом вот здесь вот очень, ну, такое тупое место. Я вам сейчас всё покажу. Вот это вот, это туалет. Сейчас, ну, наверное, вот так вот сделаю. И здесь стена. Короче, вот тут вот у меня вот такой непонятный вход. Его в Майнкрафте, он там полукругом сделан. Но вы, я вам ещё раз объясняю, вы сможете сейчас любую планировку сделать, какую вы хотите. Смотрите, смотрите, здесь дверь, ну, она как бы вот так вот расположена. Но она открывается... Сейчас, сейчас. Вот, вот так вот. И надо вот так вот заходить, и она вот так вот открывается. Шарите. Вот, вот здесь вот полукруг, и дверь вот так вот открывается. И, допустим, вход в туалет ещё вот здесь расположен. Ну, тут вот нету вот такого, да, вы понимаете. Давайте я передвину вход в туалет вот сюда, но, чтобы понятно было. Дальше туалет. Здесь ванная. Я её сделаю вот такой вот, да. Ну, тут нормальная ванная. Вот так. И я её водой залью, чтобы вам всё понятно было. А, я уже из Чанка выбрался, да? Ну, ничего, ладно. Рукомойка. Я её вот таким вот цветом, да, сделаю. Ну, вот тут вот рукомойка. И вот тут вот унитаз, но, как вы понимаете, на самом деле дверь вот здесь. Вот. Ну, а если я вот сюда вот дверь вот эту поставлю, то, ну, будет как-то... Да хуй знает. Вот, похуй-то, вот так вот сделаю. А здесь сделаю вот... Вот так. Вот. Чтоб вам было понятнее, да? И вот это, на самом деле, подлиннее комната. Я бы нарастил бы вот так. Наверное. Так. Наверное, как-то вот так вот это выглядит. Я не уверен. Но кухня 100% меньше. Хотя не факт, что меньше. Наверное, ну, вот так вот меньше. Значит, смотрите. Вот она планировка того, как сейчас есть квартира. Объясняю. У меня есть вариантик взять и переехать в новую квартиру. В мамину. Но мне там надо сделать ремонт. Меня интересует именно планировка. Окна. Ну, вот здесь. Да пусть будет. Это не важно. Окна не важно. Ну, допустим, вот тут вот окно. Вот здесь вот окно. Тут, кстати, вот как-то... Как-то вот так вот, наверное. Здесь вот... Здесь нет окон. Я белый использую, потому что обои можно перекрашивать. Вы... 1.16.5 версия. Вы сможете обои перекрашивать как угодно. Так. Теперь по тому, что есть. Во-первых, этот коридор, он кажется чуть-чуть пошире, но... Вот здесь есть карты. Не карты, а картины голых женщин и голых мужчин. Не... Ну, не спрашивайте. Это моя мама делала ремонт. Вот. Вот примерно вот такие. Примерно вот такие, да. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь вы это можете оставить, а можете не оставить. Я вот к чему. Сейчас. Здесь я точно не помню, как это устроено. И в Майнкрафте это будет невозможно. Здесь на полу круг и колонны, мама ебанула. Вот здесь колонна. Вот здесь колонна. По-моему, вот здесь еще колонна. Не, ну ладно, оставлю две колонны. Короче, здесь колонны. И вот так вот по кругу расположены шторы. По кругу. Таким овалом. Вот тут вот шкаф. Он, во-первых, со стиральной машинкой. Я сделаю так, что вот это... Вот здесь вот стоит стиральная машинка, да? Ну, потому что круг вот здесь. Но здесь на самом деле чуть-чуть побольше места. Ну, делаем скидку на Майнкрафт, да? И я, наверное, бочками сделаю... Сейчас, где бочки? Я бочками сделаю шкаф. Будем считать, что это трехметровый шкаф. Но тут на самом деле больше места. Ну, это не такой ублюдский коридор, как он здесь получился. Но в любом случае, чтобы вам было понятнее. И здесь, ну, сюда обувь складывается. Сечете, да? Шарите. А теперь в туалете я все расставил, как... Это рукомойка. Давайте я над рукомойкой поставлю рычаг, чтобы было понятнее, да? Рукомойка, унитаз и... Как это? Ванная. Дальше. В моей комнате сейчас... Я ничего здесь не буду делать, потому что я оттуда переехал. И эту комнату можно пустую. Но важный момент. Вот тут вот начинается сложность, да? Вы бы могли делать что угодно, но за этой стеной соседка, которая бесится, что я ору ночью. Вот. Это очень важно, блядь. Я серьезно вам говорю. Если я сюда перееду, она мне будет стучать прям по этой стене, она будет мне звонить в дверь. Вот как только 23 часа, блядь, мне кричать нельзя будет. Поэтому, я к чему это? Вы можете взять расчет на то, что эта стена будет толще. Я хочу... Вот здесь вот. Да, вот, правильно. Да, вот здесь вот соседка сидит. Здесь будет, может быть, утолщенная стена какая-то. Может быть, еще что-то. Но самое главное, что тут может быть вот так. Меньше места. Вы можете брать на это расчет, можете не брать на это расчет. Но я хочу сюда, вот полностью по вот этой стене, сделать шумоизоляцию. Может быть, 100 слоев шумоизоляции ебануть. Чтобы эта соседка не буянила. Еще одна проблема, то что летом, ну сейчас лето заканчивается, но вот здесь вот окно, и когда я его открываю, и его вот здесь вот соседка открывает у себя свое окно, вот так вот, то когда я кричу, она жалуется, что звук из моего окна влетает в ее окно. Но это просто как, ну, интересный факт, что ее это бесит. Вот. Ну, примерно так. Значит так. Я не знаю по поводу несущих стен. По-моему, несущих стен нету. Вы можете делать что угодно. Вы можете вот эту комнату на две поделить. И вот так вот сделать, да? Типа, вот это будет твой кабинет. Вот это будет Сонин кабинет. Че хотите, блядь? Мне по хую. Я просто посмотрю на ваши постройки. Скажу, нравятся они мне или нет. Вы, самое главное, подписывайте табличками. Типа, вот здесь будет у тебя рукомойка. Вы можете даже, допустим, увеличить мне ванную. Хотите, поставьте мне туда джакузи. Это вряд ли так, конечно, получится, да? Вряд ли я возьму ваш прикол. Но вы можете, допустим, обрезать ванную. Разрезать вот эту комнату еще на две комнаты. И сделать вход, допустим, вот сюда. Вы как угодно. Че хотите, можете делать. А те, кто успеют сюда зайти. Значит, захожу в свою квартиру. Вот. Квартира Чиди Джонсона. Налог 65 долларов. Итак, кухню мне сделали. Что здесь? Здесь столик. Здесь можно вдвоем посидеть. Где холодильник? Холодильника реально нету. Мне не... Ну, ладно. Ну, допустим, одна из этих штук. Тут будет холодильник. Ну, вот здесь можно холодильник поставить, да? Вот сюда, допустим, холодильник. Здесь вытяжка. Здесь шкафчики. Ну, короче, обычная нормальная кухня. А комната стримера. Тут можно дверь. Дверь 100% нужна, если комната стримера. Здесь выигрышное положение. То, что если я буду кричать, то звук будет уходить вот в эту комнату. И вот в эту комнату. Сюда на улицу. И вот сюда в коридор. То есть нигде... Ну, соседи только сверху и снизу будут ругаться. Слушай, а вообще... Получается по размеру примерно такая же комната, как у меня сейчас. Только больше. Ну, то есть не по размеру, а по планировке примерно такая же, но только больше. Так что, наверное, одобряю. Здесь при этом еще, друзья, может колюмбасик раскурить. Ну, вот это я не уверен, что... Ну, ладно. Так, сюда, видимо, кидаем обувь. Сюда первоначальная вешалка. Здесь шкафы он так и оставил. Стиралку так и оставил. Туалет оставил. Вот это я не очень понимаю, что это такое. Так, и здесь, короче, траходром мой с Сонечкой. Тут телевизор. Тут плойка. Ну, можно... Ну, такое... Вот такое положение мне особо не нравится. Это в отелях такое положение, когда мало места. Я бы передвинул вот так вот, чтобы окно прям за головой было. Здесь он сделал шкаф. И тут Соня стример. И тут шумоизоляцию поставить. Ну, я поставлю оранжевый. Оранжевый. Потому что есть где-то хорошие идеи, а где-то есть не очень идеи. Поэтому я ставлю оранжевый. А автор корявый. Супер Дэнс. Заходим. Здесь сразу больше места становится. Кухня. Из-за этого как бы стало меньше. Ну, предположим, что это посудомойка. А вот это печка, да. Здесь шкафчик. Здесь раковина. Здесь сидеть довольно большой стол. Можно, наверное, еще и побольше поставить. Ладно. Шкаф для одежды. Я не очень понимаю, зачем здесь такой большой коридор. Он размером как целая комната. Это полезное пространство. Можно было бы как-нибудь нормально использовать. Выглядит прикольно. Но слишком как-то... Ну, блядь, здесь целую комнату можно было бы поставить. Туалет он... Да, он мне убрал, короче, клетки для крыс в туалете. Это бан. Но может быть, окей. Здесь он поставил душевую. Я одобряю душевую больше, чем ванную. Так что это нормальная тема. Теперь мой кабинет. Место для хлама на твой вкус. Но это понятно. Это типа... Вот так вот я буду сидеть. Вот здесь будет ветка направленная. И здесь шкаф с лего какой-нибудь тоже светящийся можно поставить. Но опять же, смотрите. Вот эта зона вообще никак не использована. Полезна, да? Вот тут вот слишком мало места. Даже меньше, чем у меня сейчас. Ну, ладно, окей. Ладно. Типа... Как будто надо дорабатывать. Так. Из Сонечкина спальня. Здесь наша кровать. И Соня стримит вот тут. А тут у нее шторы. Вот это вот. Тут Сонина комната мне больше нравится. Потому что все на своих местах. И места достаточно и для стримов, и для спальни. Короче, нормальная тема. Но я поставлю все равно, короче, оранжевый. Оранжевый. Есть минусы, но есть идеи прикольные. Так. Здесь никто ничего не делал, да? А, нет. Это маленькая планировка. Без всего вообще. Кухню не сделали. Сделали... Ну, нормально. Ладно. Здесь, как бы, я красное ставлю, потому что тут ничего. Смотреть. Так. Идем вот сюда. Заходим вот в эту. Бебра. Хухня. Комната Соня. Подожди, а где моя комната? Ничего. Чилзона или спальня? О! Такое я одобряю. Я проектор хочу повесить. Телевизора не будет. Будет проектор висеть и светить. Здесь, смотрите, он прикольные шкафы сделал. И когда заходишь, как бы, комната вот так вот в глубину сюда уходит. Это прикольно. Здесь стримерская зона. Ну, что-то в этом есть, да. Вот это вот мне непонятное место, если честно. Может, сюда самокаты, допустим, ставить. И прикольно бы было. Но тут нормально. Здесь 2 метра помимо стола. Место для компика. А, ты еще, типа, изогнул чуть-чуть стену. Блин, я не уверен, что это так будет. Скорее всего, ее просто по диагонали можно будет притянуть. Но это я бы взял бы в зелень. Так, а здесь что? Комната Sony. Вот это, это бан. Слушай, я только что чуть не поставил зеленое. Но, ты представляешь, мне для того, чтобы пописать, надо будет встать, пойти вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Пройти через Sony Stream. Пассать. Выйти через Sony Stream. Пойти опять обойти. Еба. Блядь. Ну, тут... Слушай, подожди. Блядь, а как бы это сделать? Ну, да. Все, две двери в туалет делать. Ну, это странно. Здесь душевую он мне сделал. Сранник. И как, как и было. Короче, я поставлю зеленую с оранжевым. Такое. Это можно перемешать? Зеленая с оранжевым. Дом от Чигарка и Посейдончика. Делали вдвоем. Значит, заходим. Коридор пошире стал, но не огромный. Шкаф для вещей гигантский. Это статуя. О, блядь, если бы тут была моя статуя голая, да, было бы охуенно. Так. Дальше идем. Я понял. Такая уютная. По цветам хорошо подобрали. Холодильник. Все, посудомойка присутствует. Здесь где-нибудь плиту поставить или вот здесь. Короче, нормальная тема. Прикольно выглядит. Вот это я не очень понимаю. Зачем здесь еще один столик? Ну, это прикольно выглядит, но никто этим пользоваться не будет. Кабинет ведерки. Так, здесь моя комната. Тут довольно приглушенное освещение, смотрите. Компухтерное место. Вот так вот заходим и сразу поворачиваем. Здесь мусорное какое-то ведро или что-то еще, да. Здесь шкаф. Я понял. Но этого шкафа будет мало. Придется, наверное, еще вот в эту сторону делать. Потому что он у меня и так в две стены. А я бы хотел бы еще больше. Так. Туалет и хамам. Раковина, туалет. Так. Что это, блядь? Это хамам. Тут как... Блядь, ты серьезно мне хамам сделал? Нахуй мне в квартире хамам, блядь. Ты с... Блядь, ты ебнулся? А где ванна, душ, блядь? Нахуй мне хамам нужен? Пиздец. Подожди. Это типа сортир срать. Ну да, я понял. Ебаный хамам. Так. Это спальня. Зацените. Спальня. И проекторная стена. Ну и проектор где-то вот тут вот, да, будет висеть. Или прямо вот тут это надо будет просто... Так. Крики. 50 сек. И все. Окей. А! И еще здесь Сонина комната. Блин, прикольно. Такую реально маленькую комнатушку. Все сюда вместили. Глянь, ну вот тут вот неплохо, да. Да, 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 да. А можете снести потолок, пожалуйста, чтобы я сверху планировку посмотрел? Командой просто снести нахер его. Слушай, ну в этом что-то есть реально. Знаете что? А потом, когда мы продадим эту квартиру, то Сонину комнату можно сказать... А это не студия, это... Как его? Возле кровати. Знаете, в богатых квартирах делают комнату, где просто одежда висит. И вот ее можно потом, знаете что? Вот вынести отсюда все и просто пивила поставить, на которой на вешалке вешат одежду и все, блядь, реально. Вот это нормальная тема будет. Прикольно. Это получается раз, два, двухкомнатная, но при этом маленький кабинетик и еще гигантский коридор. Ну коридор, вот я не знаю, зачем его, зачем его, как его использовать. Как? Зачем? Слушай, ну это первая зеленая. Так. Короче, вот это я бы переделал. Типа барная стойка, но при этом стол. Ну я такие люблю, я не люблю большие столы. Слушай, а ну-ка, ну давай, я попробую, да? Я как бы могу себе позволить сюда вмешаться. И сделать, получается, вот так, вот так. И при этом здесь вот так. Их задвигать под стол, и тогда здесь места не будет тратиться. Двухметровая, двухместная кровать. Тумбочка, тумбочка, но это только в отелях делают. Шкаф в стиле хай-тек или минималистичный. Я понял, такой мини-шкаф. Стол Sony. Место ТВ или проектора. Для проектора мало места. Вот эту стену нельзя поровнее сделать? Не, нельзя. Но это мало будет. Ладно, окей, что-нибудь придумаем. Я могу, в принципе, заказать выдвижную штуку, которая будет чисто полотно такое выдвигать. И проектор на нее идеально будет светить. Вот. Хоть на всю комнату можно такую штуку делать. Так, хайповый шкаф. Но здесь, понятное дело, стиральную машинку он мне перенес вот сюда. Я вот не уверен, что она сюда станет. Туалет, раковина точно там же, где была. И душевая каминка вместо ванны, окей. Я бы хотел вообще в идеале и ванну, и душевую кабинку. Потому что некоторые любят, Соня любит ванны. Я вообще бы никогда в жизни в ванны не принимал. А, не, ну ладно, иногда по приколу. Но я однажды там чуть сознание не потерял в ванне, поэтому не хочу. Так, и это моя комната. Стильный шкаф сзади. На всю длину комнаты. Вот это интересное, да. Дальше. В Дискорде SP остался пост с IP. А я в Дискорде SP не выкладывал пост. Вообще. Короче, прикольный шкаф. Вот эта вот идея, то, что он еще ступенчатый, мне тоже нравится. И, видимо, он все-таки продумал про шумоизоляцию. И добавил целый метр стены. Может быть нормально. Здесь диван, если друзья пришли посидеть. Слушайте, а если стол сделать, ну как бы по диагонали вот так поставить. И чтобы и диван тоже попадал. Ну ладно, интересно. Этой квартирке я поставлю оранжевый. Заходим. Кухня. Прикольная, уютная. Здесь кальянчик на кухне. Стандартный столик. Окей. Можно его сделать прям, чтобы он был без ножек и просто из стены торчал. Вот это было бы круто. Если бы я его еще мог, блядь, убирать, когда он не нужен. Еба, это было бы так бы здорово. Если бы он прям в стену сдвигался. Прикиньте, как бы охуенно было. Так. Ну, кухня стандартная, прикольная кухня. Здесь он сделал не по диагонали вход, а вот так вот по прямой. Это спальня. Скорее всего сюда проектор светить опять. Маловато места. А, и здесь вход в Сонин кабинет. Да? Или это мой кабинет, или Сонин. Ну, короче, неплохо. Неплохо. Интересно. Интересно. Давайте теперь. Здесь шкафчик. Туалет. Он не менял. А, нет, он джакузи поставил. Он побольше сделал. Ну, ладно, может быть. Хотя нет, там места не хватит. И мой кабинет. Листва типа шумоизоляция. Ага, понял. Флаги типа плотно для крутых. Ну, я понял, понял. Полотно для крутых стримов. Куда все мое лего класть? Не очень понятно. Но я оранжево-зеленый сюда поставлю. Давай вот сюда. Глянь. Он тут прям все переделал жестко. За дверью книга, если что, строил Виардо. Ладно. Так. Вот такой форматик. Единственное у меня непонятно. А, чтобы выдвигалась отсюда херня, на которую проектором светить. Ну, да, 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 да. Так, кстати, было бы прикольно. Чтобы одно и то же место. Проектор поднял. Покушал. Потом проектор опустил. С кентами на диване. Тут креслица какое-нибудь прикупить. Достаточно много места. Приятно. Шкафчик для всякой фигни. Слушай, ну, я бы что-то поменял. Я бы здесь бы сделал... Очень много сжирается места. Ну, это невозможно как бы показать. Но я бы здесь сделал диагональный шкаф, который открывается, и ты как бы в мини-комнату заходишь. Вот. Вот так бы я сделал. Вот эти светильники возле кровати, это только в отелях такое. Отели для траха называются. Вот все отели, в которых до 1000 рублей ночь стоят, это называется отели для траха. Потому что туда проституток снимают, и там приходишь, и всегда в каме простыня. Вот такие светильники меня не устраивают. Всегда можно, типа, закупаешься Яндекс.Лампочками, и говоришь, какой уровень света. Я это закуплюсь. Ну, на такое я денег не пожалею. Так, слушай, было бы неплохо. Вообще, мне понравилась твоя идея. Тут как бы и нормальное место. Тут с друзьями можно посидеть. Реально еще кресло-мешок сюда кинуть. Еще сюда, да, там кресло-мешок. Взять отсюда стульчики и, допустим, их сюда подвинуть. Ну, посидел-покушал на стульчике, да? И либо ты его задвинул под стол, либо из-под стола выдвинул, и вот сюда друзей посадил, и все вместе смотрим кино. А вот сюда колюнбейн поставили. Вот это нормальная тема. Дальше. Самокаты. Вот это, блядь! Не, ну это уже зелень, сука. Единственный человек, который вспомнил, что мне свои ебаные самокаты, блядь. Господа, я вам предлагаю, кстати, угадать, сколько у меня сейчас самокатов. Вот. А я сейчас в Телеграм скину фотку. А, не три, блядь. Четыре у меня самоката. И у меня места в квартире уже нет почти. Ну вот зацени. Ты входишь, и надо вот сюда протиснуться среди самокатов. Самокат Игоря. Самокат Сони. Бывший мой самокат. Мой нынешний самокат. У меня тут чисто, блядь, парковка. Очень круто, что ты реально запланировал место сюда вывести эти, как их, розетки для того, чтобы заряжать самокаты. И сюда, допустим, поставить на зарядку робот-пылесос, чтобы он вот так вот ехал, ехал. Пошел там на кухне, блядь, убрал. Ну, ковер я не очень люблю, но, наверное, может быть, ковер Соня любит ковры. Шкаф с одеждой. Здесь какая-то вешалка. Толкан, дефолт. Ну, ты его уменьшил по размерам. Ну, а где срать? Где срать опять, блядь? Так, комната для стримов, Соняры и пятерки. Это комп, да? Блядь, ну ты меня расстроил, что у меня маленькая комната опять. Во-первых, вот эта дверь, вот эта дверь, она... Сейчас, стой. Давай вот так. Давай вот здесь вот будет вход в Соняную комнату. Да, наверное, да, да. А вот здесь можно сделать из... Вот такую вот мини-комнату с гардеробом. Ну, тогда друзей поменьше будет места, да, куда посадить. Но. Да вот сюда друзей можно посадить, а почему бы и нет, да? Столик для зарядки телефона. Это хуйня полная. Да, вот так вот. Блядь, ну у меня опять будет маленькая комната. Блин, вот тут вот идеально. Вот серьезно, вот здесь прям топ. Прям современно, круто, очень здорово. Но... Слушайте, подождите. А если нахуй выгнать Соню, допустим, отсюда? Пошла вон, да? Соня уходит. Потом. Здесь поставить стол. Чтоб она... Вебка у нее была на кухню, блядь. Женщина на кухне стримит. Охуенно. Короче, это стол Сони. У нее сейчас стол 50 сантиметров на 50 сантиметров. И если ей купить стол хотя бы 1 метр на... Ой, точнее, блядь, ну 50 сантиметров я... Наверное, у нее стол метр на метр. Если ей купить там чуть-чуть побольше стол, она уже охуеет. Так что ей нормально. Вот сюда ее поставить. Да? Вот тут еще будет ее кресло. Мы его будем выкатывать. И гости будут смотреть на проектор. Кушаем. Да? Тут Соня, короче, стримит. Мы... Соня стримит. У нее своя комната только потому, что другого места в квартире просто нет. А так бы она бы, ну, стримила. Но я думаю, если было бы вот здесь вот хорошее пространство, почему бы ей бы здесь и не постримить? Ее можно здесь оформить нормально. Ей место. Или можно ее оформить вот в этот угол, чтобы кровать была на фоне. И красивый шкаф сделать, чтобы на фоне был. Вот. Все здесь завешать Алисами. И они будут ей задний план постоянно, как бы, разный цвет давать. И все. А мне нормальную комнату мужскую, блядь. Тогда, тогда туалет можно не уменьшать. Еба. Да, 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 да. Все. Охуеть. Короче. Вот. Делаем вот так вот. Не уменьшаем туалет. Он остается старый. И там вообще не придется ремонт делать. Эту стену мы не трогаем. И не придется реально там делать ремонт. Он остается как был. У меня... Блядь. А тут же соседка эта ебучая. Не, ну слушай. Вообще... Наверное, зеленая. Зеленая, зеленая, зеленая. Я бы даже... Я бы поставил два зеленых маяка, чтобы потом, может быть, на меня вдохновление нападет. Вот, опять же, я извини, твою идею перепортил, но я тебе ставлю зеленая за то, что ты меня всподвиг на то, где я хочу жить. Как бы я хотел бы видеть свою квартиру. И мне здесь нравится то, что это современно. Здесь очень много как бы такого пространства, да, современного пустого пространства, но при этом полезного везде. А у меня большая комната, вот, единственная проблема вот здесь вот. А так вообще, ну, все в порядке. А что будет, если вот этот вход замуровать и здесь делать, как бы, диагональный проход в метр шириной? И мою комнату чуть-чуть сократить из-за этого? Вот, 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 вот. Ну, короче, вы поняли. Сделать диагональные стены. Моя комната из-за этого пострадает очень чуть-чуть. Вообще похуй. Зацените, да? Она не пострадала. Но при этом целый гардероб у нас будет. И из центральной комнаты, как лучами, во все комнаты можно попасть. Ну, вы понимаете, да, то, что тут, ну, не вот такой вот будет проход, а тут будет ровный проход. Кто-то вот покушал, да, захотел пописать. Хуяк. Ну, и вот тут вот, ну, диагональная тоже дверь. Как в Sims. Вот я бы в Sims бы это построил. И... и все. Туалет остается тот же самый. Мне не надо трубы менять. При этом у нас есть гардероб, в котором все равно будет стиралка на старом месте. мне не придется ни новую покупать, ни трубы проводить новые. Слушайте, вот такая планировка мне нравится. Мне не надо в этой планировке строить новые стены. Это гениально. Я только допер.